эти теги не видно после загрузки листинга почему так как добавлять теги на эти технические моменты приветствую вас друзья с вами прохоровская светлана я хочу ответить частично на вопрос мастеру а с другой стороны основательно в этом видео с вами рассмотреть как можно добавлять теги в листинг это самый главный пункт по листингу чтобы мы хотели хотели ну скажем так чтобы мы с вами видели наши листинги в выдаче поэтому обратите внимание я уже в листинге я открыла создать новый листинг спустилась до текс получается мы здесь с вами будем работать и подготовила немножко наброски работаю сейчас консультации по картинам акрил и вот примерно я подбираю до 13 тегов 13 тегов которые являются идут в наборе главному тегу и мне всегда идут результаты по google шая всегда смотрю по эти выдачи и вот получается у меня в столбик вот таких 13 тегов цифры будут ваши если вы подбираете сами до свои теги я написала в столбик цифры теги с цифрами вернее а потом как я могу добавить в листинг можно добавлять и нажимать после каждого слова тега до добавить это давайте посмотрим получается теги можно добавлять по одной штучке так один давайте и нажмем с вами мышкой до это вот смотрите когда мы добавили один тег появляется крестик появляется название текст вот этого тега и таким образом вы по одной штучке можете добавлять кстати самое интересное что когда вы добавляете с компьютера ноутбука вы можете добавлять еще по-другому способ но если со смартфона гаджетов то можно подобно добавлять к сожалению только по одному тегу вернемся к моим наброскам следующий момент можно добавить взять вот этот столбик с цифрами со значениями разными оставить только название тега да получается сам текст написать и клипа в столбик через запятую либо вот такую длинную полоску через запятую выделить скопировать и добавить вот этой одной длинной полоской за один раз и добавить нажать так смотрите я вставляю получается вся длинная полоска нажимает нажала и идет тег 1 ваш будет текст написан и крестик вначале так 2 и все 13 тегов после того как добавились все ваши 13 тегов у вас будет справа светиться все 13 тегов пол 13 тегов used использованы применены если мы уберем хотя бы вот вы забыли например 1 тег и мы его сейчас будем писать с вами тег 13 то обратите внимание справа у вас светится что один остался один надо добавить нажимаем add и опять у нас светится 13 тегов применены так что я хочу еще сказать по наброскам получается вы заполняете весь листинг вы сохраняете весь листинг и потом после того как вы заполнили весь листинг вы спускаетесь вот здесь самый в самый низ неплохо видно sales channels и название вашего эти магазина вы его открываете как открыть в новой вкладке получается вот здесь нажимаете открыть ссылку в новой вкладке открываете свои эти магазин как покупатель смотрите его как покупатель и получается да нажимаете на любой из как у вас будет один несколько когда вы только начинаете листингом вы его открываете и спускаетесь в этом листинге до упора вниз до самого самого низа я понимаю что может кто-то сказать что у меня магазин эти магазин давно и а вопрос который мне задавал мастер я уже параллельно буду его озвучивать в том что он говорит что он все делал все таки добавлял и нажимал это было 13 тегов но у него частично они смотрятся обратите внимание меня в эти магазине получается в моем листинге я на разных компьютерах тоже у себя выдачи проверила меня светится 13 тегов какие бывают варианты давайте озвучим бывает варианты небольшой кружок фото и под ним надпись тега овал на сером фоне и в нем тег часть тега в кружочках часть в серых овалах если теги длинные то они могут быть в свернутом состоянии и чтобы увидеть эти все теги нужно нажать осмотреть больше друзья я пооткрывала тоже очень много разных листингов вот такую красоту нашла делюсь с вами получается здесь я спускаюсь это тоже листинг бестселлер я спускаю самый низ сайта футер сайта и что я здесь вижу смотрите что мне было интересно вот здесь категории указаны в трех вот таких овальчиков на сером фоне вы видите а вот все 13 тегов даже невзирая на то что они не поместились у меня в одну полоску они указываются чуть чуть ниже вот когда вот таким образом разные форматы ноутбуков вот тут бывает такое смотреть ну как видно там 7 там 10 тегов и смотреть больше нажимаешь смотреть больше открываешь мне сегодня такой вид не встретился и смотришь больше получается все таки есть это один вариант следующий вариант листинга который я открыла смотрите здесь уже другой листинг тоже про собачек про портреты и вы видите тоже категории 1 2 3 категории указана один тег вот в таком овальчике а все остальные теги фотография и она подписана ключевым запросом следующий момент что мне еще встретилась а я открываю еще раз смотрю получается следующее тоже картина акрил и мы смотрим тоже часть тегов часть сделано как написано выглядит мы видим с вами как покупатель в овала а часть тегов написано вот кружочек и а под ним тег это на эти появилась относительно недавно по моему прошлом году не в этом даже в прошлом году и было вот такой разы но разброс разнобой часть тегов так часть тегов так для чего это сделано в большинстве интернет магазинов теги они зашиты в срединке их не видно а на эти если открыть вот этот любой любой из тегов вы увидите прям выборку по этому тегу как раздел словно раздел и эти показывает да вот если вам вы листинг не понравился что-то не нашли . каждый потенциальный клиент можно может в новом окне или в этом же то нажать например она на ключевой запрос любой который ему понравился и братья animal portraits он открывается у меня автоматически в новой кладке и он может начинать смотреть и это проверять друзья все-таки отвечу на вопрос мастера если вы все идеально сделали вот как мы с вами говорили вы добавили у вас все использовано 13 тегов да вы все запомнили вы сохранили это вы нажали publish а вы открыли ли свой листинг и у вас например не хватает 3 5 тегов или светится наоборот 3 5 тегов вы все проверили у вас идеально к сожалению такое иногда крайне редко но встречается я такое замечала когда работала и в консультации и когда аудиты делала листингов но крайне редко меня за всю мою практику было такого как я сидела вспоминала вспоминала несколько случаев а было даже так что когда я делала консультацию готовила я переспрашивала мастера у него не было были видны категории но так как вообще не было видно это был один такой случай и была частичная видимость тегов например 35 было я просила даже сделать внутренние скрины вот мы сейчас в листинге находимся да как мастер добавлял теги как видно чтобы вот посмотреть на то заполнила ли это вся вот полосочка из 13 тегов я видела что заполнены теги но они были невидимы невидимы они были всего несколько дней возможно какие-то происходят сбои на эти возможно происходят какие-то обновления и из-за этого ваши теги не видны друзья меня еще был вопрос мастера как скачать мои книги мои книги скачать можно с моего эти магазина после оплаты если вы хотите эта секция эти на русском пинтерест на русском после того как вы оплатили любую книгу даже в консультацию у меня есть там 35 книг всегда заложены вам нужно зайти в свой аккаунт покупателя ваш аккаунт you да вы посмотрели покупки и отзывы и покупки по моему вы нажимаете в этот кабинет вы нажимаете мышкой нашли то что вы купили тот заказ который вы заказали рядом с ним есть возможность скачать эти файлы эти файлы можно скачать очень очень большое множество раз сколько вам угодно это относится не только книг а любых цифровых файлов на эти получается человек после оплаты может много-много раз сколько ему нужно скачать эти файлы загрузить себе на компьютер поэтому загрузка на эти происходит можно сказать так автоматически а после оплаты но при этом вручную вам все-таки нужно заходить в свой кабинет и посмотреть в оплаченный заказ это по поводу как скачать книги следующий момент у меня есть и консультации и книги кому как удобно мастер тоже спрашивала что лучше книги или консультация на мой взгляд я в консультации даю еще сопровождение я даю набор книг и набор книг и я на каждую консультацию подбираю пять наборов тегов по вашим товарам либо по вашему одному товару я могу по каждому товару подобрать несколько типовых наборов тегов пока за которыми вы будете работать если у вас проблема в подборе с тегами если вы только начинаете то вам выгоднее именно купить пакет индивидуальная консультация если вы привыкли работать только с книгами вы привыкли работать самостоятельно вам это удобнее пожалуйста есть даже по скидке лет bootsco 5 книг для новичка вы работаете самостоятельно по книгам я сопровождение если вы скачиваете пакет, это для самостоятельной работы. По индивидуальной консультации я помогаю вам, пока вы не настроите свой Etsy-магазин. Я письменно отдаю и предоставляю вам ответы на ваши вопросы, на все абсолютно, которые вы мне задаете по вашему Etsy-магазину, что вам не ясно, не понятно. Но плюс скайп-консультации я объясняю и рассказываю, как сделать, как применить полученные знания. Выбирайте то, что вам интересно, выбирайте то, что вам выгодно, выбирайте то, с чем вы привыкли работать. А по тегам вот такой простой ответ получается. Технические моменты. Вариант первый. Вы подбираете и добавляете по одному тегу, нажимаете Add. Вариант второй. Вы делаете в столбик, либо в ряд через запятую набираете теги, копируете, вставляете, нажимаете Add. Помните, что на смартфоне одной строкой все-все-все теги добавить одновременно нельзя, поэтому это удобнее делать с ноутбука. Если вам удобно делать со смартфона, вы добавляете там по одному тегу и не забывайте нажать Add. Потому что, если вы на смартфоне отряд пропустили, проверяете, спускаетесь всегда вниз, сколько у вас вот здесь заполнено, и потом принимаете решение, у вас все сделано или не все сделано. Друзья, с вами была Прохоровская Светлана. Если у вас есть вопросы, задавайте под этим видео. Если вам нужна помощь, загляните в мой Etsy-магазин. Удачи вам на Etsy, удачи вам в ваших продажах. Пока! До встречи в следующих видео!